Всем привет, друзья! Сегодня мы рассмотрим топ-4 обязательных условий для набора мышечной массы. Если вы не будете выполнять хоть одно это условие, то у вас ничего не будет. Это значит, что все условия очень важны. Поехали! Во-первых, это правильная, чёткая техника выполнения. Мы рассмотрим это на турнике, подтягивания. Чтобы выполнять правильно подтягивания, нам нужны очень хорошие перчатки. Вот такие перчатки, как мои старые, абсолютно не подходят. Во-первых, они все рваные, а во-вторых, у них очень скользкая поверхность. Она сделана, ну, наверное, из кожи, не знаю, но она очень сильно скользит. Для того, чтобы тренировка была эффективной и приятной, и, самое важное, эффективной, перчатки должны быть с длинными пальцами, то есть не обрубленные, как там были, а длинные. Второе условие – это они должны быть прорезиненные, то есть вот такой материал должен быть, который не будет прокручиваться на турнике, чтобы ваш хват был максимально уверенным и эффективным. Эти перчатки, как вы спрашивали, очень много комментариев было, где ты берешь вот эту всю амуницию, где заказываешь. Так как у нас в городе нету воркаутовского магазина, я заказал в онлайн-магазине воркаут. Ссылку оставлю в описании. Так, теперь показываю технику выполнения, правильную технику выполнения. Вы должны максимально крепко зажать турник, чтобы напрячь все свои мышцы. Повисаете широким хватом, напрягаете все свои мышцы, включая даже ноги. Следующее. Вы выгибаете спину вот таким вот образом. Перчатки эти настолько хорошие, что они просто не скользят. У меня руки просто намертво замерли. Вот. И вы должны выгнуть спину и начать подтягиваться вот таким вот образом. То есть с выгнутой спиной. Вы подтягиваетесь не руками, а широчайшими мышцами. Тянете. Вот, видите, я не руками. Я широчайшими тяну. Оп. Подтянулись. Вверх быстрее, вниз медленнее. Оп. И вниз. Оп. Спина всегда выгнутая. Мышцы просто абсолютно напряжены все. Следующее обязательное условие, это второе, это работа с весом. Вы должны делать где-то 4 подхода по 6-12 повторений. Если вы будете делать больше 12 повторений, то это будет больше идти на рельеф. Поэтому мы должны работать в амплитуде 6-12 повторений и с весом. Для того, чтобы эффективно работать с весами, вам понадобится, конечно же, пояс с цепью. На него можно прицепить любой вес, там, гирю. Мы будем работать, вот, например, с колесами от машины. И обязательно нужно увеличивать веса. То есть, начинайте, например, первый подход. Подтягивайтесь без веса. Второй подход. Увеличивайте вес. На третий и четвертый подход уже работайте с максимальными весами, которыми можете сделать там 6-8 повторений где-то. Кстати, вот этот пояс вы также можете заказать в том магазине. По поводу тренировок я могу сказать, что нужно тренироваться 2-3 раза в неделю. Я тренируюсь 3. И где-то нужно за тренировку тренироваться 40-45 минут, не больше. Потому что если вы будете тренироваться больше, особенно если вы эктоморф, то вы просто будете сжигать мышцы, которых у вас и так нет. Итак, первый подход вы делаете абсолютно без веса. Он будет как разминочный. Делайте где-то, ну, сколько у вас получится, там, 15-20 повторений, кто сколько может. Он разминочный. Блин, перчатки настолько хорошие, что они вообще не скользят просто. Чем же удобен этот ремень? Этот ремень удобен тем, что его можно запихнуть в любую дырку. Короче, запихиваем, например, вот колесо. Очень круто, что этот ремень просто вас облегает и не причиняет никакой боли. Потому что он очень мягкий и лежит как штаны на вас, реально. Как будто обычные штаны, привязанные с весом. Вот. Ну что, поехали. Второй подходик. Он как бы идет тоже разминочный, подготавливая вас к более большим весам. Работаем в амплитуде 6-12 повторений. Не обязательно делать 12, можно и 6 сделать, если вам никак больше не сделать. Главное работать в этой амплитуде, не больше 12. Еще два подхода остались. Теперь увеличиваем вес. Работаем уже с большим весом. Посидеть пока что можно. Вот. Опять же, вес большой. Я не чувствую никакого напряжения в области таза, поэтому прикольные ремни. Так. И перчатки, они просто не скользят. Смотрите, я цепляю. И хоть вес и большой, у меня как бы вниз не стаскивает. Ну что, погнали. С-с-с-с. А-а-а. Шесть повторений достаточно. Сейчас еще сделаем один подходик, и наши мышцы убьются. Следующий, последний подход. Сделаем его на максимум, постараемся. Ну, шесть раз сделал, нормально. Мышцы забились, чувствуется памп такой мощный. Все, отлично. Итак, друзья, третий пункт – это убойное питание. Без питания у вас никакой массы не будет. Просто никакой вообще. Первое. Это нужно где-то съедать 2,5-3 грамма белка на килограмм веса в день. Второе. Где-то 5-10 граммов углеводов на килограмм веса. И следующее – 45-50 калорий на килограмм веса. Теперь, что касается питания. Питаться нужно 5-7 раз в день, небольшими порциями такими. Обязательно нужно пить много воды, 2-3 литра в день. В первую половину дня вы должны употреблять больше углеводов, во вторую половину дня больше белков. И питаться также можно и сладостями. Например, там шоколад, конфеты. Для эктоморфов это даже будет очень полезно, потому что у вас не накапливается жир, и у вас тратится очень много энергии. Поэтому сладостями, быстрыми углеводами можно спокойно восстановить энергию. Так, и последний, четвертый пункт – это сон. Спать нужно не менее 8 часов в день, точнее в ночь, чтобы у вас восстанавливались все мышцы после тренировок. И когда они… мышцы рвутся, да? И потом, когда они восстанавливаются, они срастаются и становятся больше. Это всем известный факт. Поэтому, друзья, вот 4 пункта, которые нужно обязательно выполнять. Если вы не будете их выполнять, то у вас никакой массы не будет. Поэтому, надеюсь, вам понравилось это видео. Поставьте лайк, покажите друзьям и подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok